В Химках открыли дополнительный офис единого информационно-расчетного центра. Он появился в микрорайоне Левобережной по инициативе самих жителей, которые выступили с таким предложением в рамках проекта «Химке интересно жить». Но в офис позволит получить справку и ликвитанцию рядом с домом, не отправляясь в старые или новые Химки. Ранее инициативная группа во главе с членом Общественного совета проекта «Химке интересно жить» и Николаем Кашниковым обсудили варианты решения вопроса с территориальным управлением микрорайона. Затем обратились к главе городского округа «Химки» Дмитрию Владимировичу Волошину. Глава инициативы и идеи жителей поддержал и помог привлечь к решению областные структуры. В результате совместных усилий помещение было отремонтировано и отделение ЕРЦ открылось. На торжественном открытии члены инициативной группы жителей оценили возможности центра, чтобы донести эту информацию до своих соседей. Если бы не было этого пункта, конечно, мне пришлось бы ехать непосредственно в город Химки, искать, где это находится. И территориально не очень удобно, потому что, сами понимаете, транспортная загрузка там очень большая в Химках. Пока доберешься, пока где-то припаркуешься, а здесь очень удобно. Офис Мособл ЕРЦ работает по адресу улица Зеленая, дом 13. Он уже принял первых посетителей, которые получили консультацию по расчетам ЖКХ. В офисе будет возможность передать показания приборов учета, заказать поверку счетчиков, заключить договор электроснабжения. Также можно будет получить консультацию по начислениям и оплатам за жилищно-коммунальные услуги. Напомним, что на базе проекта Химки интересно жить зародилось движение общественной поддержки социально значимых инициатив. В настоящий момент к нему присоединились более сотни трудовых коллективов, среди которых такие флагманы промышленности, как НПО «Энергомаш», «Лавочкино», «МКБ «Факел» и «Искра», группа компаний «Глобал Эйдж» и многие другие. В общей сложности жители выдвинули около тысячи инициатив, порядок реализации которых определит голосование на сайте движения.